Ну там русскими, белорусами. Ну русскими, да? Корни русские? Все русские, но у меня фамилия моя и вообще корни у меня хохлядские. У меня дед был хохол. А откуда, из какой губернии там? А этого я, если б я знала, что это надо будет. А какая у вас девичья фамилия? Сидоренко. Ну это распространенная фамилия. Ну вот, дед был у меня, его звали Михаль. Ну тут его Михаил перекрепляю, а так он Михаль. Ну Михаль вообще, я знаю, на Закарпатье там Мегаль так называют. Ну это Михаль, а Михаль, Михаль, Михаль. А, Михаль. А Михал это в Польше так называют. Ну не знаю, не понять так вот. Михаль, да? Михаль, да. Интересно. А скобари вы не скобари, получается? Ах я не знаю, может скобари. Ну такого, чтобы называли здесь сами себя жители, скобари. Нет, скобари нет. Скобари туда ближе к Тверской области. К Тверской области. Да, там скобари. А тут нет. А вот Адамова, например, деревня. В ту сторону. Там скобари, да? Там есть, да, скобарщина. А чем они от вас отличаются? Да ничем. Разговором. Разговором? Вот, мы же говорим, говорим. А там по-другому. А они? Ну я не знаю, что. Я так говорю. Это мы не замечаем. Мы этого не замечаем. А белорусы по разговору сильно отличаются или? Не, не сильно. Но отличаются. Если они на своем языке будут говорить, так мы это не особо поймем. Не знаю. У меня сын служил у Лиды в Белоруссии. И мы ездили. Ну, у Лиды это город. А в деревнях ты дура? Ну, это Лида город. А мы ездили к ему на присяму. И потом еще ездили. И мы там гостиницей уже мест не было, всех поприехавших. И мы ночевали у этой бабки там. Ну, и зарабатывала на этом. А Лидов это, наверное, польская территория? Не знаю. А это не Гомельщина. Я уже забыла. Ну, там где-то. И Гомель тоже польский был. И эта бабка там, короче, у нас не одним мы были. Там много этих нас было ночевали у нее. И мы с ней как-то поладили-поладили. Я ей помогала. Там Катошкина нам варила. И мы с ней разговаривали запросто. Я ее понимала, что она говорила. И некоторые слова такие скажут, но я ее понимала. А вот язык, как вы говорите, это ближе к скобарям или к кому? Или к белорусам, например? Бережит к белорусам. С скобарей, аж вот они говорят так. Вот этот брат мой двоюродный, жена у него, Анька, там вот, кололок. Они вот как-то вот так говорят о скобарстве. А нас считают скобарями. А кто вас считает скобарями? Они ведь, что там. Или кулчане ведь. Сами скобари? Вот говорят и как-то вот таким вот растягивают слова. А у меня даже сестра двоюродная там, сколько она уже живет. И она уже так стала говорить. Хоть и мы говорим, что знает как. То есть в Великолокском районе это уже там по-другому говорят, да? Да, который деревенский. А муж ее набрил, что он вообще скобарь, я не знаю. Я его не понимала даже, что он говорит. Даже не понимали? Тогда если поддастся, то... А цоколи было такое, что старые люди через ц... Да, цоколи у нас как говорили, кацаря, у церковища. Кацаря? Кацаря, цепельник. А цепельник это... Чепельник. Соломый, да? Ухват. А, ухват. А, сковородник. Да, цепельник, да. Цепельник, чепельник такой, да? Ну, что цепородик. А, вот это, чепельник. Да, чепельник. Ну, а это раньше чепельники-шупечки были насаженные. Это цепельник. Цепельник. Цугунок. Цугунок? Да. Это да, цоколи. А ваши родители тоже цоколи? Нет. Одна у нас женщина была в деревне цокола. Митики Сурикова, мать. А так нет. Вот, уже на что бабушка у меня была такая, она не цокла. То есть не все раньше цокали, нет? Цоколи все церковище там. Церковище. Они сюда ближе, пусть я... А белорусы у них не цокают, нет? Не знаю. Никто? Не слышала. А скобари? Не знаю. А вот, ну да, это сложные вопросы такие. Цугунок это я знаю, говорила. А вот как она слово сейчас говорила? Счастье там, счетчик, как эти слова? А то счетчиков не было. А, не было. Свету не было. Ну, а счастье, слово счастье, как она говорила? Не знаете? Сцастье или счастье? Нет? Не знаю. Не знаете? Я знаю, что это вот цугунок, доцепельник, кацаря. Кацаря, да? Кацаря. Кацаря. Я помню, когда на голянку ходили, сапоги вот так гармошки делали. Хромовые. Хромовые сапоги. И так гармошки делали. Вот это, говорит, скобари пришли. Ага. Вот. Как опознавательный знак был, да? Да. Любили драться, Кацаря. А здесь не было прям таких драк, чтобы именно... Ну, просто подраться это... Редко, когда голянка проходила... Да, скобари подраться вот. Без драки. Обязательно драться. Если в скобари пришли, то драк обязательно будет. А откуда они приходились? Ну, в другой деревне. А с какой, например? Ну, я не помню, с какой, но помню, что было такое. Ну, с окружных деревень просто, да? А пешком? Да, с окружных деревней. Пешком раньше все, пешком ходили. Пешком. То есть здесь у святых жили не скобари, а тут рядом совсем с деревенью уже скобари приходили. Ну, вот если я пять километров ходил на гулянку, вот на той гулянке бывали, придут. Ага. Тут рядышком. А тут ярмарка на троице, да? У святых. А я даже не помню. У святых я... По-моему, не было у нас. Не было. Не было. И вот была в церковище. Ярмарок не было. В лозунове, хмелище, это что я была на этих ярмарках. А в церковище, я ходила в школу в церковище, и как раз вот у нас была консультация перед экзаменом, и совпадали в троице. А вот это я помню, на русскую зиму ярмарки были, а? Помнишь ты мне? Ну, на русскую зиму ярмарка, ну, продавали там, ну, так, не. Блины пятые. Не. А вот драка по драку были какие-то на гармошке, чтобы играли, например? Ну, конечно, танцевали, до девок доспорят, и начинается драка. И по драку тоже на гармошке какой-то наигрыш? Не, не, не было. Обычно этот скобаря, ну, как начнут, так, ой, 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 ой. Так скобаря начнут и драться потом? Ну, вот они танцуют, танцуют, одна пара, другая пара, там на очередь, а то у нас молодежи много было. Все, вот, и начинают спорить, кому идти. Мы пойдем, мы пойдем, и вот, понесло. А вы не знаете, кто, может, есть еще люди, которые помнят эти фигуры под скобаря, как плясать, нет? Не, наверное. А вот Трусова не может помнить? Трусова, может быть, она, видишь, это самое. А так у нас вот, Роза Ивановна, она тогда вот научила нас танцевать кракаяку троем. А, ну, вот, 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 вот. Ну, вот, вот.